Кремль готовится совершить еще одну фатальную ошибку — запретить YouTube. В ситуации, когда запрос на свободу слова растет, новые запреты подталкивают страну к революции. Об этом в своей колонке для дружественного нам телеграм-канала «Можем объяснить». Обязательно подпишитесь, если до сих пор этого не сделали. Пишет политолог Абазгалямов. Он проанализировал довоенные соцопросы Левада-центра. Если в 2017 году в качестве наиболее важного для себя права на свободу слова называли лишь 34% респондентов, то в 2018 году их было уже 42%, в 2019 — 58%, а в 2021 — аж 61%. Закроет ли YouTube? Какая будет реакция у общества? Спросим прямо сейчас. У блогера Марка Феегина, наверное, именно Марк — такое ключевое явление YouTube последнего года, юрист, стал блогером-звездой, миллионником, безусловным таким лидером стримов. Марк Феегин с нами на прямой связи. Марк, приветствую. Приветствую, Ренат. Приветствую всех зрителей канала Харковского. Объясню, почему мы вас позвали. Обычно мы зовем вас, комментируют такие политологические, украино-российские, околовоенные темы. Сегодня мне хочется с вами поговорить в первую очередь как с блогером, как с человеком, который действительно очень ярко и очень активно присутствует в YouTube. Во-первых, как вам кажется, пойдет ли российская власть на то, чтобы запретить вот этот популярнейший стриминговый сервис? Ну, дело в том, что у них другого выхода как бы нет. Понимаете, они, может быть, и давно бы, с одной стороны, это сделали. Помните, была серия таких обращений, Пригожина, там, ну, и его сателлик по поводу, что нужно запрещать YouTube. Главный, кто сопротивляется этому, это Кириенко, который отвечает за сетевую политику, за работу с соцсетями, в отличие от Громова, который работает с как бы традиционными СМИ. Они этому противились. И, собственно, в своем заявлении, заувалированно, Пригожин именно это и сказал, что там все в администрации президента типа сидят на Гордоне, Фегине и так далее. Так он это сказал на медиа-украинском пространстве через этот YouTube. Но, тем не менее, значит, ситуация безинтонативна. Первый там аргумент, что мы не имеем там влияния. Ну, и действительно, надо честно сказать, что многие из этих живодерских YouTube-каналов, которые представлены были в YouTube разного рода блогерами прокремлевскими, они либо забанены, либо их просто, ну, за нарушение убрали, и их стало существенно меньше. Я имею в виду ведущих каналов. В самом политическом сегменте присутствуют всякие ватные каналы, и эта ситуация, удельный вес сильно низмил. Ну, естественно, когда Соловьева нет, там вот это Стаса как просто, каких-нибудь других блогеров, это, конечно, повлияло. Там какие-то помельче Лебедев, там, знаете, такой вот еще. Это действительно сильно повлияло на соотношение сил. То есть, политический сегмент русскоязычного YouTube на сегодня во многом именно оппозиционно и антивоенный. Это факт. Это сыграло свою роль, то есть, фактически, компенсировать эту ситуацию тому же Кириенко нечем. Он только сына поставил на ВК, вы знаете, и они пытаются создать из ВК альтернативную площадку для видеоконтента. Вот, по-моему, не очень успешно, и вряд ли что-то произойдет в лучшую сторону измениться, но, тем не менее, попытки эти будут предприниматься. Далее, ну, смотрите сами, ведь совершенно не случайно многие вещи, которые происходят, свидетельствуют о том, что и YouTube, ну, и как бы он производная Google, фактически уходят сами уже из России, поскольку, ну, нету, например, давно, вы знаете, уже почти год, нету монетизации русскоязычного сегмента YouTube. И с точки зрения бизнеса, например, даже и этой стороне, Google, LLS, ну, нет никакого, в общем, профита от того, что присутствуют они в этом сегменте или нет. Да, это, конечно, сокращает аудиторию, если YouTube будет заблокирован, но, тем не менее, катастрофы, трагедии какой-то не произойдет с точки зрения бизнеса. Я повторяю, с точки зрения бизнеса. Тем не менее, русскоязычная аудитория гигантская. Она практически, говорят, то ли вторая, то ли третья в мире, между прочим, так на секундочку. То есть, YouTube в России смотрят, русские люди, носители русского языка его смотрят, и политический сегмент тоже. Тем не менее, я думаю, что и YouTube, и Google в конечном итоге отреагируют на это, на блокировку YouTube какими-то ответными действиями, которые как раз и опасаются немного Москва. Ну, например, если, так сказать, Google Market какой-нибудь отрубит, или программное обеспечение для сотовых телефонов, понимаете, ну, на Android, на Android, то, что Google отвечает, они этого побаиваются. Они этого побаиваются. Поэтому они пытаются создать какую-то замену, создать альтернативу этому программному обеспечению. Будет так или нет, это ваш вопрос. Но, тем не менее, это является частью опасения. Некоторые аналитички, которые гуляют по администрации президента по этому вопросу, они как раз к этому апеллируют. А что мы будем делать с Samsung'ами, с телефонами, которые на Android? Ну, не только их, да, хотя они самые популярные. Как это ни странно, iPhone не так, потому что он дороже, ну, и много других. Причин, в основном, восточные производители, они все на базе Android работают, естественно. Apple это нечто совершенно отдельное, App Store и так далее. То есть, вот по сумме этих причин, конечно, они бы, может, еще и колебались, но ситуация плохая, понимаете. Очень плохая ситуация. Они проигрывают информационную войну, что совершенно очевидно. Вдруг, неожиданно, именно с началом войны стало понятно, что фактически народ начал отливать от традиционных источников, я имею в виду телевизионных каналов, там, средств массовой информации в виде, там, радиостанций, газет, еще чего-то. И, в общем, замену нашел именно через видеохостинг YouTube. Это факт. Поэтому, конечно, они закрывать будут. Будут пытаться, безусловно, создавать альтернативные площадки. Но YouTube у них плохо идет, вот, может, ВК. То есть, они будут этим заниматься. Они занимаются, вкладывают деньги, естественно, половина разворовывается. Но, тем не менее, они этим занимаются. Последний аспект, о котором следует сказать, как вообще предохраниться в случае блокировки YouTube. А аудитория огромная, десятки миллионов людей в России. Ну, смотрите, вот что делаю я. Я допиливаю приложение для App Store и для Google Маркета, в котором будет дублироваться видеоконтент, который невозможный. Он не поддается блокировке, если будет заблокирован YouTube. То есть, это будут видео, которые в моих стримах будут заливаться туда. И человек может есть у него смартфон. Он в приложении подписался на Feigen Live. И может там смотреть эти видео без всякого VPN. Вот это один путь. Это интересный путь. Не знаю, как это сможет работать и так далее. То же самое делает Навальный Live, насколько я понимаю, ряд других. Это хороший путь, на мой взгляд. Что касается VPN. Да, VPN это будет инструментом для преодоления блокировки. Но, смотрите как, они же и VPN блокируют. Они идут последовательно. И разные, собственно говоря, программные продукты VPN, они тоже блокируют. Рано или поздно они дойдут до вашего VPN, какой бы вы ни скачали. Я знаю, что есть такая идея, где сейчас разрабатывается на Западе, где будет такой, как бы вам сказать, продукт программный. Он, по-моему, уже где-то запущен. Боюсь соврать, я все-таки не технический специалист, но слышал. Что ты подключаешься к программе, и она сама тебе выбирает удобный VPN. Сама тебе его включает, сама, значит, дает возможность через него работать. И какие бы... Ну, и сама его отбирает путем какого-то, ну, я не знаю, алгоритма, который позволяет в данный момент работающий, соответствующий VPN. У тебя есть и в России, у тебя смартфон или там компьютер. Сама подбирает тебе работающий VPN. Я думаю, что это один из путей. Они, конечно, будут и с этим бороться, но на это на все уйдет время. Знаете, они даже через блокировку YouTube обращаются к китайцам, и те, собственно, допиливают им разного рода, так сказать, программы технические, разные средства дают для того, чтобы это все организовать. То есть это тоже все очень непросто. Поэтому на это будет уходить время, а там, знаете, и шаг или поди-шаг. Вот так я вам скажу. Не все зрители наши любят, когда мы просим лайки внутри разговора, но сейчас самое время. Во-первых, тема такая, да? Лайк – это такая безусловная характеристика у YouTube. Поэтому лайк ставьте, мы продолжаем про YouTube говорить. Каждый раз, когда вот я думаю об этом решении Google, владеющего, да, видеосервисом, цензурировать, так или иначе, пользователи, не пользователи, людей, которые присутствуют, да, аккаунты, аккаунты в YouTube, я вот о чем задумываюсь. В целом, конечно, мне, как представителю неких либеральных оппозиционных взглядов, приятно, что в YouTube нет условных там Красовских, Rush Today и так далее. Но одновременно с этим я понимаю, но это ведь неправильно. Это неправильно. И каждый раз, например, когда я задаю себе тот же самый вопрос, сколько бы мне не был противен, например, Дональд Трамп, верно ли твит? Твиттер поступал, да, когда он блокировал всех его сторонников, когда он блокировал любую информацию, да, об их акциях. Но я считаю, что неверно и неважно, пусть даже я симпатизирую тем людям, в пользу которых выступает Google. Не это ли, то есть не шаг ли YouTube заблокировать патриотов, государство российское в первую очередь и разозлило. Может быть, нужно всех разблокировать, и тогда ничего страшного с YouTube не случится? Ну, во-первых, в твиттере ровно это сейчас и делается. Вот Маск, который купил твиттер, сейчас идет по этому типу либертарианскому пути. Давайте все разрешим. Посмотрим, чем это кончится. Там уже я слышал какая-то инициатива в Думе высказок, а давайте твиттер за это теперь разблокируем. Не думаю, что это быстро произойдет, но шанс какой-то по этому поводу есть. Потому что мы видим, как неоднозначно складывалась ситуация с Телеграмом, в котором даже, я думаю, имеет преимущество все эти прокремлевские ресурсы. Это очевидно. Но его при попытке блокировать в свое время от этого отказали. Сейчас Телеграм в России не блокируется. Вот смотрите, относительно идеи вот такого вот либертарианского подхода разрешить всем. Есть некая разница между Трампом и Красовским. Я объясню в чем. Я условно так говорю. Потому что все-таки с Трампом немножко более особенная ситуация. Он действует в условиях свободной конкуренции, в общем-то, демократии. И тут, ну, можно спорить, но действительно уместно говорить о том, что, ну, слушайте, нельзя блокировать одних или других. При том, что, повторяю, мы имеем дело с частными площадками. Это частные компании. В конце концов, у них есть там такие правила, совершенно драконовские. Посмотрите на Facebook, да и YouTube, вы знаете. Он ругаться запрещает и так далее. А ругань часто даже под нее подводится не просто обсценная лексика, а жаргонная лексика. Может быть, даже в чем-то оскорбительное. Хотя она совершенно может не нести ничего, кроме орфоэпии. Да, яркой такой лексики, которая усиливает эмоциональность контента. А не для того, чтобы кого-то оскорблять, там, не знаю, и так далее. То есть нужно скидку на это делать. Потому что лексика – это часть контента, очень важная, передающая эмоции и так далее. Но, тем не менее, смотрите, очень жесткие правила существуют. И кое-кого блокировали даже вполне себе антипутинские настройки. Смотрим, КАДЗД, там ряд других, у которых, например, в том же YouTube тоже блокировали каналы. На секундочку, так сказать, для этого предлог такой странный. Тем не менее, смотрите, все-таки там, где есть свобода, там, где есть правила, там, где есть закон, там, где нету государственной пропаганды, то есть на государственные деньги, содержащиеся деньги налогоплательщиков, как это происходит в России, значит, одна только позиция, которую представляет власть, тем более власть там какой-нибудь с претензией на тоталитарность, на тотальность, то там, конечно, можно говорить, что в условиях демократии это не позволено. Что касается России, здесь немного по-особенному. Вы знаете, Красовского заблокируют. А он что, от этого на Russia Today перестал работать? Что в России он перестал появляться, ну, условный Красовский, там, можно говорить о Славьевых, там, Скобеевых, у них тоже каналы блокировали. Что у них отсутствуют источники? Или вы попробуете выступить на Первом канале, Ренат? Вот представьте, вот наш с вами диалог на Первом канале, который, кстати сказать, государственный, который содержится на деньги налогоплательщиков. То есть люди покупают себе свободу. Поэтому, вы знаете, здесь какая-то есть понимание баланса. Ну, дорогие друзья, раз вы в своей стране ведете себя так, то, знаете, как у меня, когда я стоял в свое время в антисоветской эмигрантской организации, нет свободы, врагам свободы. Вот так это работает. Это, конечно, печально. Но война-то ведь это все усугубило. Не путь войны. Слушайте, ну, ведь, ну, будем говорить прямо, там они существовали очень комфортно. Что хотели, то и делали. Особенно русский сегмент Ютуба, они сидели в балчуге. Русский офис весь был наводнен инфильтратом. Значит, это все были люди с Лубянки, под видом каких-то продюсеров, каких-то странных типов и так далее. Но война – это такой момент, когда, вы знаете, уже не до сантиментов. Уже не до бесконечных рассуждений о свободе и так далее. Война предполагает, что давайте так, вы уже проиграете ее, а там будем смотреть, как она все сложится. Поэтому я все-таки считаю, что это правильно, что особенно в этот острый период такие пропагандистские, я подчеркиваю, на деньги много платильщиков. Это не просто какие-то отдельно взятые люди. Вы посмотрите, даже копнуть вот этого по кличке позывной «Хот-дог» горячую собаку татарского Владлена с 10 фамилиями Фомин и так далее. Так он тоже, оказывается, содержался за государственные деньги. Точно так же его телеграм-канал получал от чрездоверенных лиц деньги администрации президента, Кириенковский, Мешок, там несколько распределяющих есть у этого. Ну так тоже, опять же, они все существуют за счет налогоплательщика, за государственный счет. И это как раз-таки является определяющим, потому что мы действуем в условиях свободной конкуренции, свободного соперничества. Сейчас оно меньше выражено, какое же соперничество во время этого ужаса всего. Но мы участвуем в свободном обмене информационным. Почему эти люди должны, используя государственные деньги, государственную идеологию, методологию, с помощью в том числе спецслужб российских, действовать в свободной среде? Ну нет, дорогие друзья, вы сначала прекратите свое состояние зависимости от всего этого, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ну а по сути они являются рупором государственной пропаганды за государственный счет, за деньги налогоплательщиков. Поэтому вот такое привилегии, чтобы они использовали популярную частную площадку, каким является Ютуб, вам предоставлено быть не может. Вот кончится война, там видно, что еще вообще с Россией будет. Может быть с них спросится за все. А сколько денег они украли? Извините, пять вилл на озере Кома. Пять вилл. Он что, с Киркой, что ли, работал этот Соловьев? Ну тут понятно, вот наши с вами деньги он украл, вы понимаете? Нас обирает, наших родителей там, ну, покойные там, наших знакомых, друзей, родственников и так далее. С чего бы? Почему он должен еще иметь привилегию, значит, пользоваться свободной площадкой именно в Ютубе? Вот это я не очень понимаю. Да, я помню, что меня лично еще отчасти возмущало, когда я вот анализировал, например, рынок Ютуба в России до начала войны, что вот эти государственные холдинги, которые и так существуют на нашей налоге, они еще имеют наглость участвовать в распределении частных рекламных средств, средств частных рекламных холдингов, которые все равно размещались на этом рынке и часто размещали свои рекламные заказы у прогосударственных Ютуб-каналов. То есть тем самым государство участвовало в распределении независимых рекламных бюджетов, лишая этих рекламных бюджетов действительно частные инициативы, которым эти рекламные бюджеты нужны, хотя государство не имеет права этого делать, потому что, в принципе, да, оно занимается пропагандой, и поэтому перераспределением рекламных средств заниматься, ну, как минимум, некрасиво. Вот еще, знаете, о чем подумал? Помните, когда Роскомнадзор, который вот это в жопу себе засунет, да, вот это, пытался запретить Телеграм? И в итоге эти запреты, ну, мало того, что ничего у Роскомнадзора не получилось, потому что руки киревые, но эти запреты привели к небольшому, но тем не менее, социальному бунту. Люди по всей стране запускали беленькие самолетики бумажные в определенный час, а на проспект Сахарова даже более-менее там несколько десятков тысяч человек собрались, да, поддержать Дурова и поддержать Телеграм. Может ли, как вам кажется, запрет Ютуба привести к какому бы то ни было социальному протесту, конечно, принимая во внимание войну и закручивание любых протестных гаек? Вы знаете, вот такому протесту публичному на улице нет, потому что власть церемонится. Слушайте, они раздают сроки, как пирожки пасхальные. То есть я вам хочу сказать, что люди, конечно, боятся, и даже молодая среда людей, которые, ну, главные пользователи Ютуба, конечно, не только. Сейчас большой прилив людей среднего возраста и постарше, потому что, ну, нет альтернативы, да. Если получать видеоконтент, его можно получать либо из пропаганды, либо вот из альтернативных источников. Это Ютуб, прежде всего, как видеохостинг. Я не думаю, что будут большие выступления, потому что они же наблюдают и видят. Любые выступления пресекаются беспощадно. То есть и причем никто не будет различать. Это выступление в защиту Навального или выступление против запрета Ютуба. Потому что власть, она разницы не видит, она не делает. Она считает это выступлением политическим. И поэтому вот представить такого рода протесты, как они были до войны, как это организовывали тогда в свое время ФБК и либертарианцы, я все-таки не думаю, что для этого есть возможность. Но они фактически сейчас, митинги полностью запрещены. Понимаете, они запрещены как таковые. Вообще их нет. То есть идти стандартной процедурой, вот давайте подадим заявку, а нам ее разрешат, и тогда это невозможно. Представить себе именно бунт, когда не надо подавать никаких заявок, а просто идти явочным порядком этого требования. Но, видите, власть подготовилась. К этому надо отдать должное, что она за эти пару-тройку лет перед войной, понимая, куда нужно тащить страну, они, безусловно, создали мощнейший аппарат карательный. И он совершенствуется. Они не жалеют на него денег. Они, прежде всего, на него тратят. Помимо войны, на него для того, чтобы пресекать внутри страны подобного рода возмущения. Я помню, как многие говорили, что власть Путина и в нулевых, и в десятых рухнет, как только он запретит паранохаб. Понимаете? Сейчас уже говорить об этом не приходится, потому что тот ужас, в котором Россия пребывает, фактически концлагерный, несмотря на то, что он таким, может быть, изнутри часто не кажется. Люди могут вести абсолютно обыденный образ жизни. Но ведь свобода убывает постепенно. И вот дошла стадия и до этой части. Потому что власть действует последовательно, методично, неотвратимо. Свобода информационного обмена, гарантированная в том числе Конституции, она не больше стоит, чем свобода политических партий. Понимаете? Или там, не знаю, непоцензурная пресса. Цензура запрещена, в общем, по Конституции. Естественно, все это пустые декларации. Поэтому у власти есть весь инструментарий, чтобы это предотвратить. Другое дело, что люди найдут выход. Они извернутся. Они будут использовать VPN, они будут торы какие-то использовать. Они будут пытаться, значит, каким-то образом совершенствовать, искать технологические способы. И это тоже займет какое-то время. Власть не сразу реагирует. Она реактивна. То есть она видит появившиеся какие-то возможности, начинает думать, что с ними делать. Проходит время. А там, я повторяю, и шаг или поди шаг. Бог знает, что вообще будет после контрнаступления Украины. И как вообще. До этого ли будет вообще? До этого ли будет? Надежда на это. Ну и мы, конечно, тоже поможем. И вы, и мы людям найти эти способы. Все-таки не лишаться хотя бы этих последних очагов. Пусть информационная на свободу. Я вас благодарю, как обычно. Марк Фейгин, юрист, блогер, звезда YouTube. И был с нами на прямой связи. Понравилось это видео? Поставьте ему лайк. И подпишитесь на канал Ходорковский лайф. Так мы вместе приближаем не только мир, но и Гагу.